МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. Долгожданная дорога в Магаранкенском районе. Открытие участка Кулар-Яру-Квалар состоялось на юге республики. Около 500 человек написали диктант на лакском языке в историческом парке в Махачкале. Общая набережная на два города Махачкало и Каспийск поможет соединить один большой парк. Сегодня состоялось торжественное открытие автомобильной дороги Кулар-Яру-Квалар в Магаранкенском районе. Туда прибыла делегация во главе с премьером Артемом Сдуновым. Работы на участке велись с 2015 года. И, как отмечают специалисты, строительство этой дороги в корне изменило транспортную схему, ведущую к международным автомобильным пунктам пропуска, сокращая протяженность на 21 километр и время в пути на 40 минут. Это не единственный участок, который мы делаем у нас в Дагестане. На 11 миллиардов рублей в этом году у нас строительство дорожного хозяйства. Это очень большая цифра и большая ответственность. И дорожники эту ответственность берут на себя, что очень похвально. Я бы хотел еще сказать, что для нас имеет большое значение, что дорога, она современная. Посмотрите, есть металлические ограждения, есть необходимая разметка. Все как должно быть в современном веке. Желаю вам использовать ее на благо района, на благо Дагестана, чтобы больше гостей к нам приезжало, радовались и хотели вернуться снова в Дагестан. С появлением нового современного путепровода создан и новый маршрут между селами, расположенных южнее реки Самур, с северной частью Дагестана, городами Дербент и Махачкалы. Кроме того, строительство дороги значительно разгрузило участки дорог общего пользования, в том числе и федеральную трассу Кавказа. Несмотря на то, что протяженность дороги почти в 4 километра, это серьезный дорогостоящий проект. Реализация этого проекта была сопряжена со строительными работами на мосту через реку Губерчай, длина которой составляет 81 метр, и на мосту через Самур-Дербентский канал длиной 18 метров. С учетом растущего грузопотока через территорию нашего приграничного района, эта дорога, безусловно, будет способствовать улучшению логистической привлекательности. Есть еще много проектов, мы над ними работаем, есть предложения главы района, мы будем их очень внимательно рассматривать. А так, я вас хотел бы сегодня, я не буду говорить о значении этой дороги, эта дорога, она сокращает на 21 километр расстояние до двух пунктов пропуска, международных пунктов пропуска, о которых я сегодня говорил. Жители Магарамкенского района, а это 17 населенных пунктов, где проживает более 30 тысяч человек, давно ждали строительства этой дороги. Ингушетия в ближайшее время планирует закупать поголовье овец из Дагестана. Такая договоренность между республиками была достигнута в рамках Всероссийской агропромышленной выставки, где были обсуждены условия поставок и временные рамки. В каких количествах будут происходить закупки мелкого рогатого скота, пока не озвучивается. Отметим, что в настоящее время поголовье овец насчитывает порядка 5 миллионов, и Дагестан по этому показателю является лидером в стране. Возвести набережную от Махачкалы до Каспийска было предложено на встрече дагестанских бизнесменов в Доме правительства. Предполагается, что новая набережная будет поделена на 8 тематических зон, каждая из которых будет присущ собственной архитектурной стиле. Частью нового берега должен стать культурный комплекс. Подобный проект уже реализован в Сочи, где протяженность набережной составила 7,5 километров. Уже есть желающие поддержать этот проект, но для его реализации необходимо выполнить ряд таких серьезных задач, как реконструкция канализационных очистных сооружений столицы, налаживание поставки в Дагестан труб из чугуна для питьевого водоснабжения и другие не менее важные задачи. В целом, проект вызвал поддержку и интерес у дагестанских предпринимателей. В здании исторического парка «Россия. Моя история» состоялся международный тотальный диктант на лакском языке. Прийти и принять участие могли все желающие, а это более 400 человек. И молодые, и люди старшего поколения решили проверить свои письменные знания. Кроме того, в режиме онлайн диктант пишут лакцы, проживающие в Москве, Петербурге, Нью-Йорке. Также помимо диктанта гостям и участникам была представлена культурная программа, развернутые подворья с народными промыслами, организованы представления от актеров лакского театра. Главные речи, звучавшие на мероприятии, были о призыве изучать и не забывать родной язык. Состояние лакского языка на самом деле на грани исчезновения. Дети не знают, наши дети не знают. Мы не так знаем, как наши родители знали лакский язык. Наши дети хуже будут знать, а там их дети могут вообще и не знать. Через поколение практически реальная угроза была исчезновение лакского языка. И вот сегодняшним вот этим тотальным диктантом мы бросили такой клич лакскому народу проверить, насколько самосознание народа сохранилось. Напомним, в целом акция тотального диктанта проходит во всех муниципалитетах республики. Проводится он на 14 языках народов Дагестана. А в этом году приурочен к проведению в Республике Дагестан международного года языков коренных народов. Дербент на перекрестке Великого Шелкового Пути. Так называется этнофестиваль, который состоялся в Дербенте. На открытие приехали представители разных регионов России, а также соседнего Баку. Гостей встречали сладостями, национальными кавказскими блюдами и дагестанским фольклором. Название фестиваля было выбрано не случайно, ведь именно в Дербенте пролегал один из важнейших участков Великого Шелкового Пути. Главной задачей проведения фестиваля организаторы ставят формирование положительного туристического имиджа и повышение инвестиционной привлекательности республики. В работе форума принимают участие представители туристической отрасли, потенциальные инвесторы из разных городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Счастья вам, процветания, и чтобы дорога, по которой шагал бы туризм в Дагестане, была бы еще шире и просуществовала в веках дольше, чем Великий Шелковый Путь. Спасибо. Это была последняя новость в этом выпуске. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова